Зеленее серии в мире нет. Здравствуйте, друзья. Очередное татаро-башкирское противостояние. Вновь выходит на авансцену. Акбарцы Салават Юлаев переехали в Уфу при счете 2-0 в пользу казанцев. Игра началась. Поехали. Фисенка вдоль борта. Да, неприятнейшее столкновение с заворотами Хартиканина. Там снес своего партнера. Это, по-моему, Майнин был. И мы видим, что он не может подняться со льда. Фамина вот это достало. Фамина еще никак не может прийти в себя. Он поехал за ворота и врезался в своего же партнера Тьему Хартиканина. Вот посмотрите. Пум! Бурнистров, Галиев, Воронков. Таков состав нападающих. Илья Сафонов пока в резерве. Вот в прошлом матче он так и не сыграл. Из прокатов. Уфинцы прессингуют. И казанцы вынуждены были отбрасываться. Вот он результат этого давления. Линию броска полностью перекрывает. Поэтому приходится вправо-влево двигаться. Защитникам как-то найти эту линию. Майнин на пятачок. Гран лом. Ларсан. Уф, там шаги. Куда? В лицо Ярулина попадает. В чем перчатка. Он пытался ее поймать. И почти остановил. Остановил. Петров. Ну и вот ставил Кирилла. И поддержит шайбу. И развернется. Может быть даже еще раз. Петров по центру прорвался. Забил. Фантастическая шайба Кирилла Петрова. Это гол имени Кирилла Петрова. Потрясающе. Невероятные индивидуальные действия Петрова. Мы видим, как он там на метре накрутил сначала одного соперника, второго, третьего. И переиграл Мецеллу. Просто сейчас своим индивидуальным действием сделал заброшенную шайбу для своей команды. По центру Мецеллу на выходе. Ашетта далеко не ушла. Могли быть вновь крупные неприятности у Юлаевцев. Кадейкин. Каким будет этот ответ? Здорово среагировал Кадейкин. Видел, что попала шайба Кирилла. Турышев. Гол. Гол. Один-один. Салават Юлаев отвечает в начале второго периода. Очень хлесткий бросок. И это один-один. Хочу отметить, прежде всего, Кадейкин, который отобрал шайбу в своей зоне. Смотрите, какую передачу выдал на Плэта. Отличные действия Плэта. Ну и, конечно, Дмитрий Кугрышев. Да, потеряли у финцы Жаркова. Как раз именно Дмитрий Кугрышев занял его место. Побежали казанцы. Втроем против двух пидан на пятачке. Бросок. Гол. Два-один. Михаил Глухов выводит Акбарс вперед. Вот так. Салават пошел за второй. А в результате вторую забрасывает Акбарс. Песанин переводит. Глухов бросает. Зацепил шайбу Мецела, но не выручил. И вот смотрите, да, пидан утаскивает за собой Науменкова. Кугрышев боролся с Глуховым. Забрали казанцы середину, а вот у нас опасный момент. Воронков, внимание, Воронков! Шайбу штангу облезала. Воронков обкрадывает Кадейкина и поехал. Вот смотрите, в кадре вообще никого. Лисовец с другой стороны смотрел, чтобы Воронков не сделал передачу на дальнюю штангу. Песенка, Глухов! Маневры от Лукоянова. Песенка возвращает. 15 заблокированных бросков у Акбарса. Песенка! Момент! Шайба в штангу попала! Лукоянов! Мог многое определять в этом матче и, соответственно, во всей серии. О, Метцева выручила. Сразу показалось, что шайба вообще там по штанге так пробежалась. Вся пятерка Акбарса опирается на клюшки. Очень тяжело. Всю синюю линию отдали. Ларсан! Тоже ведь силы не бесконечны. 30 секунд. Ларсан! Мягенько на пятачок. И пошли доедать! Геролин там бьет каплета. Плет лёжа наносит серию ударов. Наоменков был вообще на пятачке. Он тут экранировал Белялова. И он нанёс первую серию бросков. А потом уже начали закапывать под лёд Джеффа Плэта. Вон, Ярулин пластался. Белялова пластался. Смотрите, как Ярулин тянулся туда, к Плету. Видно, как вывернулась нога у Тимура в этот момент. И вот мы видим, что он покидает поляну. Даже такой важный момент, что действительно это травма.